Бисм الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وصحابه حجمعين أما بعد Продолжим грамматический разбор سورة الفاتح Мы закончили араб грамматический разбор الجار والمجرور то есть حرف جارب и поставлено им состояние جار имени إسم Дальше واسم مدف то есть إسم это первый член из офетной связки واسم إل جلالة имя الله مدف второй член из офетной связки مجرورن بالمدف поставлен مدف в состоянии جار وعلى متجره признак قد جار جار в этом имени الْكَسْرَة الظَّهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ يَوْنَا الْكَسْرَةُ на его конце الرحمن это نعت صفة لله نعت описание или определение имени Аллах إنقلنا إنها واسف то есть если мы скажем что الرحمن это прилагательное وليس علمان а не имя собственное или же это может быть أو بَدْلٌ لِلِسْمِلْ جلالة или же это может быть بَدْلٌ приложение подменное имя для имени Аллаха в первом случае смысл будет таким с именем Аллаха милостью то есть являющегося милосердным во втором же случае с именем Аллаха то есть именем милосердного в обоих случаях то есть является ли это прилагательным или именем собственным слово الرحمن будет مجرورن почему так как نعت الْمجروري определение или приложение поставленного состояния جر в родительном падеже имени مجرورن مثل будет так же как и предшествующее имя в состоянии جر в родительном падеже وعلمة جر и признак падежа جر в этом имени الْكَسْرَة الظَّهِرَة على آخره явная касра на его конце الرحمن نعت نعت описание определения для имени Аллаха نعت ثان или صفحة ثانية второй نعت описание для имени Аллаха إن قلنا إن historic الرحمن является приложением подменным именем для имени Аллаха Исходяя из того, что это слово «Ар-Рахман» является «Алем» именем собственным. В этом случае, то есть если мы скажем, что «Ар-Рахман» — это «Бадал Лиллах», «Бадал» — предложение для слова «Аллах», «Ар-Рахим» будет «На'там» для «Ар-Рахман», будет «На'там» — определённым для слова «Ар-Рахман», а не для слова «Аллах», то есть «Валейса» «На'там Лиллах». Дальше. «Аль-Хамду Лиллахи Раббил Ай-Ламин». «Хула Аллаху Господу Миру». «Аль-Хамду Атам Мубтада» — подлежащее именного предложения «Марфу Ан Белебтида» — поставленный в состоянии «Ар-Раф». «Ва Аллаху Рафи» — признак падежа «Ар-Раф» в этом имени «Ал-Дома Таз-Захирту Аля Ахрихи» — явная «Ал-Дома» на его конце. «Лиллахи Аллахи Аллахи» — это «Харфу Джарин» — предлог родительного падежа. «Мабниван Аллахи» — с неизменяемым окончанием с «Касры» на конце. «Аллахи Исмуль Джалалит» — это «Имя Величие», «Имя Аллах» — «Исмуль Маджрурум Биллям» — имя, поставленное в состояние «Джар» посредством предлога «Лам». «Ва Аллаху Джарин» — признан падежа «Джар» в этом имени «Ал-Касра Таз-Захирту Аля Ахрии» — явная «Касра» на его конце. «Валь-Джару Валь-Маджрурум» — предлог родителям падежа «Лам» и поставленное им в состояние «Джар» имя «Аллах» состоит в смысловой связке с удаленным скрытым амином фактором. «Хабар-Иль-Мубтадай» — сказуемое подлежащего, ну а если точнее, «Мута'алликун бимахадзуфин хабар-Иль-Мубтадай» состоит в смысловой связке со скрытым удаленным амином фактором, являющимся на самом деле сказуемым подлежащего. Например, «Аль-Хамду каину лиллах», «Аль-Хамду сабиту лиллах» и т.д. «Валлаху Алям». Становимся на этом, и продолжим на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok